Здравствуйте! В эфире военное дело. В годы Второй мировой войны нашими конструкторами было создано немало знаменитых и даже легендарных образцов оружия. Но Великую Отечественную невозможно представить без него. Танка Т-34. Он подоспел к самому сроку, началу немецкого вторжения. Без него не только невозможно представить ни одно великое сражение тех лет, но и саму победу. Наш сегодняшний праздничный выпуск посвящен одной теме – лучшему танку Второй мировой. 22 июня 1941 года. Половина четвертого утра. В одно мгновение предрассветное небо озарили с полохи 6000 немецких орудий, обрушив на застигнутых врасплох шквал смерти и огня. Это был страшный момент в истории. Схватились две крупнейшие армии мира. Ни одна битва в истории человечества не идет в сравнение с этой. Фашистская армия действовала подобно адской безостановочной машине. Ее стальные таранные зубья, танковые клинья, пробивали слой за слоем оборону наших войск с ужасающей легкостью. Вермахт катил по советской земле с невиданной быстротой – до 100 километров в день. Однако и в эти страшные дни немцы столкнулись с неожиданной для них опасностью, полное значение которой оценить тогда смогли немногие. Этой угрозой оказался новейший советский танк Т-34, о существовании которого немецкий генштаб даже не догадывался. Одним из первых это понял командующий 3-й танковой группой генерал-полковник Гудериан, прозванный за свои достижения в Европе «Быстрым Хайнцем». Поначалу его войска испытывали отдельные мелкие неприятности от нового советского танка. Но уже осенью 1941-го ему, доселе непобедимому, нанесли чувствительное поражение. Впервые в резкой форме появилось превосходство новых русских танков Т-34. Дивизия понесла значительные потери. Намеченное быстрое наступление на Тулу пришлось пока отложить. Вот так описывал Гудериан причины своей неудачи под Тулой. Его армию атаковали новые русские танки Т-34. И продвижение на город застопорилось. Так что же такое Т-34? Советское танкостроение начала 30-х опиралось во многом на взгляды английской школы, выдвинутые по окончании Первой мировой войны. Из принятых на вооружение РКК новых танков особенно выделялся быстроходный колесно-гусеничный танк БТ, любимец наших танкистов. Этот танк был развитием колесно-гусеничной машины американского изобретателя Кристи, которой была куплена СССР. Ходовая часть танка была прототипом ходовой легендарной «тридцатьчетверки». В 1936-м главный конструктор завода «Большевик» Сергей Гинсбург подал на имя Михаила Тухачевского докладную записку, озаглавленную «Требование к танкам в условиях современной войны». В тексте говорилось. «Танки, стоящие в настоящее время на вооружении Красной Армии, не отвечают современным требованиям. Быстрое развитие противотанковой артиллерии делает их бронирование бесполезным». Однако ход записки дан не был, а сам Гинсбург отстранен от работ. Но тут подоспели испанские события. Первые итоги гражданской войны в этой стране, куда СССР поставлял танки для республиканской армии, не радовали. Танки горели. Противотанковые орудия, бывшие на вооружении войск франкистов, легко пробивали броню наших Т-26 и БТ. Автор записки был прав. В апреле 1937 года сверху дается указание о постройке танка с наклонной броней для лучшей защиты от бронебойных снарядов. Эти работы выполнила группа изобретателя Николая Цыганова, изготовив танк БТСВ «Черепаха». А осенью того же года вышло распоряжение нового начальника бронетанкового управления Дмитрия Павлова о проектировании маневренного танка. Для выполнения работы на Харьковском заводе было образовано опытно-конструкторское бюро. Начальником ОКБ стал Адольф Яковлевич Дик. Имя этого инженера, арестованного в начале 1938 года по обвинению в антисоветской деятельности, исчезло из истории Т-34 так, что даже его фотография была изъята из личного дела. Но сегодня достоверно известно, что проект танка А-20 базировался на разработках Адольфа Дика, сделанных летом 1937 года. Вскоре после ареста Дика ОКБ было расформировано, а работы по проекту возглавил Михаил Ильич Кошкин. Между тем, дискуссии высшего командования РКК на тему «Каким быть новому танку» продолжались. Мнения на эту тему разделились. Ряд специалистов, в том числе и начальник бронетанкового управления Павлов, считали, что новый танк должен быть только гусеничным, так как применение колесного хода не давало никаких реальных преимуществ в бою и только усложняло постройку и эксплуатацию танка. Оппоненты возражали, что колесный ход сможет сберечь как ходовую часть танков, так и сохранность дорог, по которым предстоит двигаться. В конце концов, при поддержке наркома Ворошилова, вопреки нынешнему ярлыку «конника» и «ретрограда», предпочтение было отдано гусеницам. По настоянию Павлова предписали вооружить новый танк 76-мм длинноствольной пушкой и увеличить толщину брони не менее чем до 40 мм. На свет появилась совершенно новая боевая машина под заводским индексом А-34. 16 января 1940-го он был предъявлен для проведения испытаний. В первых числах февраля был готов и второй опытный образец. 5 марта 1940-го года два танка в сопровождении тягачей «Ворошиловец» отбыли в Москву и 17 марта участвовали в показе новых образцов боевой техники на Ивановской площади Кремля. 31 марта 1940-го года новую машину было решено запустить в Сирию под индексом Т-34. В июне первые 34-ки вышли из ворот завода. Но в войсках машины стали получать лишь в октябре, за 8 месяцев до начала Великой Отечественной. Михаил Кошкин не дожил до этого дня. 27 сентября он скончался от пневмонии, который заболел в дни пробега Харьков-Москва-Харьков. Главным конструктором Т-34 стал его заместитель Александр Морозов. До сих пор идут споры на тему, кто же всё-таки создал Т-34. Чей вклад был максимальным? Т-34 создавали десятки, а доводили до окончательного вида сотни и даже тысячи людей. Лишь пятеро создателей были выдвинуты на соискание сталинской премии. Утвердили троих. Михаила Ильича Кошкина, бывшего главного конструктора танка Т-34 посмертно, Александра Александровича Морозова.